В немецком Хемнице снова неспокойно. На очередной марш протеста вышли правые радикалы. Тем временем немецкие СМИ задаются вопросом, почему полиция города оказалась не готова к беспорядкам. Подробности расскажет Татьяна Лугунова. По подозрению в убийстве жителя Хемнице арестованы двое гражданей Ирака и Сирии. Полиция уже установила смертельное ранение. Пять ножевых ударов в грудь мужчине нанес выходец из Ирака Юсиф А, который, как выяснили журналисты, вообще не должен был находиться в Германии. Два года назад миграционная служба отказала ему в предоставлении статуса беженца. Он подал апелляцию и получил разрешение остаться в стране на время ее рассмотрения. А еще Юсиф А был хорошо известен полиции. Привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и хранение наркотиков. Как так получилось, что апелляцию рассматривали столь долго? Почему дала сбой система высылки мигрантов, которые совершили правонарушения? Это не единственные вопросы, которые сейчас задают немцы. Много претензий и к полиции Хемница, которая оказалась не готова к масштабным протестам правых после убийства. Хотя ее предупреждали немецкие спецслужбы. По данным СМИ, Федеральное ведомство по охране Конституции еще в воскресенье сообщило силовикам Хемница. В соцсетях полным ходом идет мобилизация правых. В город едут радикалы со всего региона. События, которые мы видели в Хемнице, очень тревожные. В заявках на проведение демонстрации было указано, что выйдут полторы тысячи человек. А на самом деле вышли семь тысяч. Из них шесть тысяч правых и тысячи левых. Сегодня в Хемниц прибыло подкрепление из других немецких земель. Сколько полицейских на правила МВД не уточняется. Задача силовиков охранять стадион, где сегодня вечером состоится встреча премьера Саксонии с жителями города. Мы решили провести этот диалог, потому что многих людей беспокоят последние события в городе. Необходимо отметить, монополия на применение силы принадлежит государству. Это оно устанавливает порядок. Мы позаботимся о том, чтобы совершившие убийства понесли наказание, как и те, кто шел по городу, демонстрируя нацистские приветствия. Протестовать против этого мероприятия будут правы. Они уже заявили, что проведут возле стадиона свой марш. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.